28 июля – Всемирный день борьбы с гепатитом. Сегодня у нас в гостях врач-гастентеролог Видновской районной клинической больницы Людмила Сухорукова. И мы поговорим об этом заболевании и методах профилактики. Людмила Алексеевна, здравствуйте. Спасибо, что пришли к нам сегодня в студию. Расскажите подробно телезрителям об этом заболевании. Вирусные гепатиты – это инфекционное заболевание, которое вызывается различными вирусами, и основным органом мишени является печень. На сегодняшний день их выявлено 5 основных – это А, Б, С, Д, Е. Существуют различные пути передачи. В основном это энтеральные – это через воду, через пищевые продукты, контактно-бытовой. И опаснее всего это пара энтеральные, потому что более серьезные вирусы переносят А, Б и С, которые имеют хронизацию процесса. Это что значит? Это значит, что заражение происходит через половой контакт, через нестерильные различные инструменты. Сейчас это актуально, потому что большое количество татуировок, пирсингов люди делают. Также через наркотические средства, то есть когда приобретение наркотиков. Также во время родов от матери к плоду. А меры, профилактики, есть ли вакцина? Ну, в настоящее время не для всех вирусов есть вакцинация. То есть на сегодняшний день профилактика, ну, одна из самых надежных – это, конечно, вакцинация. Во-первых, это от вируса гепатита В, она прививается уже, если нет, профилактика еще в роддоме деткам. И дальше там по схеме. Включен национальный календарь, прививочный календарь. В стиме организации рухани от гепатита С в данном моменте актуальны нет. Многие, ну, в основном, для А и Е гепатитов – это просто соблюдение правил личной гигиены. В основном, то есть, да, мыть фрукты, овощи. То есть не пить некипяченую воду, либо только бутилированную. Обследование, если у кого-то семьи, то есть выявлен гепатит вирусный, нужно обследовать всю семью. И вовремя проводить противовирусную терапию. То есть некоторые вирусы, то есть, а, они переходят в хроническую форму, то есть он достаточно быстро вылечивается. Б тоже можно, как бы, сейчас вот проблема больше всего стоит с гепатитами С, которые более длительные. И они в хронизацию, и тяжелое ослаждение в ходе до цирроза, до рака печени приводят в дальнейшем. То есть вам опасно это гепатит? Да, когда есть они уже длительная форма, длительное время, то есть более шести месяцев они переходят уже в хроническую форму. И вызывают более серьезное поражение печени, что в дальнейшем может привести к реакцирозу. Ну, полиорган недостаточно уже подключается. Тогда уже включаются, вообще как бы ведут вирусный гепатит инфекционисты, врачи. А дальше уже включаются другие специалисты, допустим, гепатологи, гастронтерологи и так далее. Там нефрологи, потому что затрагиваются многие органы системы, вообще организм. Потому что уже длительный процесс нахождения вируса в организме, когда уже организм начинается, и противовирусная терапия уже не действует. Они длительные, может быть, гормональные, антиоксидантные и так далее, то есть гептопротекторы, для поддержания нормального функционирования жизнедеятельности организма. А есть ли какая-то статистика в нашем округе заболевания этого? Ну, конкретно цифры я сейчас сказать не могу. Это больше, как бы, все-таки с преградива врачей-инфекционистов, они ставят их на учет, то есть они назначают противовирусную терапию. Ну, я думаю, что в современное время, то есть никуда он не делся, то есть, хотя достаточно там качественные условия проживания, вот. Ну, мне кажется, это все зависит, как бы, от самих людей и методов их, самое правое, то, что есть такое, что некоторые отказываются от самой профилактики, как бы мамочки решают за детей, то есть еще в роддоме там, есть какие-то медицинские противопоказания, то есть, вот, если временно все это не делать, не соблюдать, как бы, риск заражения в любом случае есть у каждого, потому что много манипуляций, которые делаются, ну, как бы, не дома так же там. Спасибо большое, Людмила Алексеевна, за информацию. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях была врач-газстентролог Ковидновской районной клинической больницы Людмила Сухорукова.